Итак, друзья, несмотря на то, что вчера мы приехали довольно-таки поздно из Украины, рабочая неделя уже началась и нужно работать. Я уже занялся своим моделированием, продолжаю всё делать дальше, считать, моделировать, считать. Заканчиваем статью и будем работать. Работать, входить в рабочий ритм, сколько уже можно отдыхать. Чуть поддыхали, каникулы заканчиваются, пора работать. На следующей неделе уже начинаются занятия, у меня их будет меньше, но они будут интереснее, поэтому я также буду стараться их показывать. Что ещё? Готовим на этой неделе всё, новые лабораторные, вспоминаем всё, готовим, заканчиваем статью. И, пожалуй, всё. Так пройдёт наша последняя неделя, января. Оставайтесь, смотрите, как она пройдёт вместе с нами. Поскольку я ещё сам не знаю, что нас ждёт впереди, но думаю, будет намного интереснее. Всем привет из нового дня, точнее уже вечера. Прошло около двух дней с момента, когда я последний раз выходила на связь и рассказывала о том, что Саша едет в Белоруссию и не выходит на связь со мной. Но в итоге через минут 30 он написал, что они уже на границе, и что вот-вот минут через 50 или час будут дома. Так что я сразу начала готовиться, приготовила что-то такое лёгенькое покушать. В нашем случае это была пюрёжка. И я считаю, что это лучшее решение после длинной дороги, когда в дороге ты кушаешь только какие-то бутерброды, что-то сухое. А сейчас Саша на работе, потому что уже начался такой рабочий период, хотя ещё нет начала семестра. Семестр начинается 2 февраля, кажется, да. Но Саша уже на работе, он ходит второй день. Сегодня вторник, понедельник-вторник уже на работу и занимается диссертацией, потому что помимо преподавательской деятельности всё-таки существует какая-то ещё и учебная программа, которую нужно выполнить. И я думаю, более подробно он вам покажет, расскажет, что он там делал. К слову, пока Саша на работе, я решила сделать картофель по-деревенски и заодно запечь яблоки, чтобы духовка не зря грелась, не только ради одной картошки. Так что картофель я уже поставила, сейчас буду готовить яблоки и покажу, что из этого всего получится. Я буду запекать яблочки, те, которые нам привёз Саша на тец. Это яблочки домашние, их передали друзья Сашиных родителей, которые занимаются всяким подобным выращиванием овощей, фруктов. И я буду запекать яблочки с изюмом. У нас чуть-чуть осталось, его нужно доиспользовать с корицей и ванильным сахаром. Так что посмотрим, что из этого получится. Собственно, вот что получилось. Это яблочки, внутри изюм. На сами крылья яблочек я посыпала сахарную пудру, вернее, ванильный сахар. И сверху всё это посыпала корицей. И, кстати, я всегда слушаю музыку, когда что-то готовлю. Это чуть-чуть прибавляет настроение. И сейчас поставлю на минут 20 в разогретую духовку на 200 градусов. Сейчас чуть-чуть разогрею заново и поставлю яблоки. И покажу вам картошку, которая получилась. Вот такая картошка по-деревенски. Пусть она чуть-чуть возьмётся корочкой. И можно будет кушать с томатной пастой. Ммм, вкусно. Я уже, честно говоря, проголодалась, но кушать сама не хочу. Лучше дождусь Саши, потому что всё-таки совместный ужин — это какое-никакое приятное совместное времяпрепровождение. Так что всем приятного аппетита, кто тоже кушает. И готовьте, это классно. Человек отвечает на ваши комментарии. Почти в 12 часов ночи. Покануне своего дня рождения. И при этом работает. Пошли. Продолжение следует...